Выход на ковер под музыку, световое оформление и около двух тысяч болельщиков. Матчевая встреча молодежных команд Дагестана и Алании стала красивым завершением борцовского уикенда в Каспийске. Спортивный праздник призван заменить нашим вольникам отсутствие практики на международных турнирах. Мы находились на сборах перед первенцами Европы. Когда объявили состав и после этого отменили поездку в сборную России, ребята на самом деле очень расстроились. Муртазалю Амар Магомедович интересовался, в каком состоянии находятся ребята. И когда он понял, что они на самом деле уже чуть-чуть в подавленном настроении были, он предложил провести матчевую встречу между двумя командами прямо на сборах. Но так как я понимал, что нокаут будет такой большой, честно, я решил его вывести на широкую, пригласить в прессу и пригласить столько гостей. Я понимаю, что люди, зрители тоже проголодались по таким спортивным событиям. Противостояние ведущих борцовских школ страны вызвало повышенный интерес в спортивном сообществе. Формат стенка на стенку зрелище непонятен даже самым далеким от борьбы зрителям. В этом уверены специалисты. Я думаю, что вот это все развивает борьбу, привлекает детей в залы, у которых есть стимул выступать перед зрителями, бороться вот на таких соревнованиях. Дагестан-Осетия – это тоже как лейбл. Это вот бренд, своего рода бренд, который надо развивать. Я думаю, что это интересно и зрителям, и не только у нас в Дагестане, вот здесь в Дагестане, у нас в Осетии. Я думаю, что это интересно и в России, и даже в мире. Ярким событие получилось не только в организационном плане, но и по своему содержанию. На ковре чемпионы мира, Европы и участники Олимпийских игр. Поначалу матч складывался в пользу хозяев, однако борцы из Алании сумели сравнять счет. Победу дагестанским вольникам принесли лидеры команды. Абазгаджи Магомедов набрал 11 безответных баллов в схватке с Александром Хадарцевым, а Курбан Шираев тушировал Магомета Карданова. Я, честно сказать, когда мы выходили на ковр, посмотрел на право, увидел полный трибун, был удивлен. Я не думал, что столько людей придут. Естественно, всегда лучше, когда есть зрители. Ну, заряжали. Заряжали. Заряжали, очень сильно заряжали, честно сказать. Именно с финским борцами я, честно сказать, очень часто встречаюсь, так как у них очень хорошие ребята, достойные соперники. И, ну, не было, чтобы я как-то серьезно это воспринимал, но просто месяц схватка, такая матчевая встреча, да, чтобы полно, серьезно готовился, там что-то, естественно, не было и того. Каждый из победителей получил денежный приз – 100 тысяч рублей. А чемпионский кубок ручной работы муцигульских мастеров дагестанская дружина подарила министру спорта. Сегодня это красочно, красиво. Завершили это первенство. И, естественно, его красная, матчевая встреча, которая доказывает то, что не очки, которые мы заработали, а то, что доказывает. Сегодня, посмотрите, все эти ребята вместе здесь находятся в единой форме. Эти ребята сюда приехали, выступали в роды болельщиков, которые долгое время ждали, чтобы могли присутствовать и болеть за своих ребят. Ребят, вам огромное спасибо. Матчевая встреча предшествовали финалы юниорского первенства России. И здесь хозяева ковра выступили лучше других. В копилке местных вольников – 4 золотые, 3 серебряные и 8 бронзовых наград. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов и Магмед Расул Магомедов. Телеканал ННТ. Каспийск.